Коллеги, всем, коллеги, участники конференции, всем добрый день. Меня зовут Антон Жуклин, я партнер юридической фирмы АУРУД, корпоративной МНД и практики. И рад всех вас приветствовать на нашей сессии о Private Equity и Venture Capital сделках, где мы хотели поговорить о трендах, которые есть сейчас мы видим на рынке Private Equity и Venture Capital, о стратегиях и подходах к участию фондов в управлении компаниями, в которые производится инвестиция, а также о некоторых других актуальных вопросах. Рад приветствовать и представить вам участников сессии. Это Михаил Беккер, директор «Ильбрус Капитал» фонда. Это Михаил Киреев, старший вице-президент Российского фонда прямых инвестиций. С нами Артем Томаев, партнер МНД и практики юридической фирмы Morgan Lewis Московского офиса. И Дмитрий Косяненко, управляющий директор Инвестбанка и Venture Capital. Коллеги, здравствуйте. По формату сессии мы бы хотели сделать ее, наверное, насколько возможно, интерактивной, и поэтому будем приветствовать вопросы от аудитории, которые могут отрисоваться спикерам, но и в зависимости от количества вопросов мы будем стараться на них отвечать либо в наших диалогах, либо, возможно, уже после в отдельном Q&A формате. Предлагаю тогда начинать и поговорить, наверное, о ключевых трендах. Михаил Беккер, что вы видите сейчас, что происходит в России? Да, добрый день, коллеги. Но с точки зрения трендов, наверное, мы видим какое-то определенное оживление на рынке слияния и поглощения, на рынке выхода акционерного капитала. Мы наблюдаем, наверное, что вот эта активность, она не везде равномерно происходит. В каких-то отраслях ее больше, в каких-то меньше, вот особенно много активности в сфере цифровых технологий и все, что вокруг диджитал и онлайна. Видим, что, наверное, в целом вот рынок слияния и поглощения нельзя сказать, что он растет в объемах, может быть, даже падает, снижается, но вот внутри него вот все, что вокруг венчура, венчурные инвестиции, технологические инвестиции, вот эта часть, она активно растет. И то же самое касается, собственно, и активности вот внутри Эльбурс Капитал. Мы в этом году привлекли новый фонд, Эльбурс Капитал Фонд 3, и активно уже инвестируем эти средства. Вот видим, что с точки зрения выходов они происходят, и есть у нас много успешных примеров выходов путем продажи стратегическим инвесторам за последние несколько лет. Вот, наверное, пример из нашего портфеля. В прошлом году продали компанию ОСГ, Iron Mountain, это большая крупная американская публичная компания, ОСГ занимается хранением, физическим хранением документов. Была продана Блеск, наша портфельная компания в сфере аутсорсинга, компании Элис, это французский стратегический инвестор, тоже публичная компания. Был продан Басфор, который занимается онлайн-продажами автобусных билетов, Бла-Бла-Кар. И было также еще несколько других разных интересных сделок. Вот, например, одна из них – это вхождение HelloFresh в Капитал Шеф-маркет, тоже одна из портфельных компаний Эльбруса. Это произошло совсем недавно, в этом году. Также видим какое-то очень большое оживление на рынках акционерного капитала. Многие компании проводят IPO. Вот было сейчас несколько успешных IPO в осеннее окно. И одно из них – это был выход цена на IPO, тоже портфельная компания Эльбруса Капитала. Вот, в целом, наверное, это радует, что после какого-то долгого периода затишья сейчас рынки оживают и наши компании продаются. Некоторые успешно проводят IPO и выходят на международные рынки акционерного капитала. Вот, наверное, еще из трендов отмечу то, что происходит какое-то такое стирание грани между традиционными PIE-сделками и венчурными сделками, а именно то, что раунды для компаний, которые исторически, наверное, были такие, считались на более ранней стадии, вот эти вот размеры раундов, они увеличиваются, происходит во всем мире. И у нас тоже, и многие PIE-фонды начинают более внимательно смотреть вот на инвестиции в такие технологические компании, участие вот в раундах, где по размеру чека это соответствует критериям, может быть, по стадии это чуть раньше, чем традиционно было раньше. Вот, наверное, там в будущем тоже эта грань, она будет тоже продолжать вот так стираться. Наверное, вот ключевые тренды, которые я бы отметил с своей стороны. Михаил, а почему вы отмечаете тренд, то, что стирается грань между сейчас private equity и venture capital сделками, да, становятся они ближе, а почему вы думаете это происходит? Антон, это вопрос ко мне? Да. Ну, происходит, наверное, в связи с тем, что вообще все, что вот вокруг диджитал-сферы, это, ну, очень активно развивается везде во всех странах мира и в России. Диджитал проникает практически во все отрасли, там технологии становятся, просто циправизация идет и будет происходить еще много-много лет и десятков лет. И это входит везде там в нашу жизнь и там становится неотъемлемой частью практически там каждой отрасли. и туда просто много-много капитала инвестируется, и для того, чтобы быстрее развиваться, быстрее делать какие-то прорывы, быстрее обходить на клиенты. Вот компании, которые на более ранней стадии начинают привлекать просто большие суммы денег. Вот, и поэтому сделки там, которые, например, ну, раньше вот мы бы смотрели там от 20 миллионов долларов плюс, и там многие компании, которые были бы там более зрелые, уже состоявшиеся бизнесы, вот сейчас компании на более ранней стадии могут привлекать какие-то сопоставимые суммы. И там в тех случаях, когда эта бизнес-модель уже, например, доказана, проработана и есть успешные кейсы за рубежом, вот такие инвесторы, как Эльбрус, которые там ранее инвестировали, наверное, в более поздней стадии, тоже могут быть открыты к таким инвестициям. Спасибо. Хотел бы тогда, может быть, попросить Михаила Киреева тоже вступить в наше обсуждение, сделать его все же уже диалогом. Михаил, какие тенденции вы видите с позиции Российского фонда прямых инвестиций? Антон, спасибо. На самом деле я разделяю Польшу часть того, что Миша до меня озвучил, потому что мы тоже, в свою очередь, видим некое стирание грани между Private Equity и Venture Capital. Причем это происходит, я бы сказал, отчасти в этом есть какие-то коммерческие причины, потому что есть ощущение, что технологическая отрасль венчурной компании в России в последние 2-3 года это наиболее такое быстро развивающееся и горячее направление, где инвесторы могут относительно быстро найти тот или иной выход и заработать неплохую доходность. Соответственно, капитал идет туда, где он видит большую доходность при сопоставимом или, может быть, чуть большем, но тем не менее, риск против доходности. И вот профиль такого риска против доходности соответствует требуемому для инвестора, он, соответственно, идет в ту или иную нишу. Мы, в свою очередь, около трех лет назад создали технологическую платформу совместно с Суверенным фондом OIMO Battle, одним из наших основных партнеров. Также у нас есть Российско-Китайский технологический фонд, это совместный фонд между РФПИ и CIC, Китайской инвестиционной корпорацией. И, собственно, я бы сказал, что мы видим небольшое разделение с точки зрения чеков, потому что, в принципе, то же, что и Миша говорил, мы раньше таргетировали, мы плюс партнер от 30 миллионов долларов, сейчас в какие-то сделки мы готовы заходить на объем и 10 миллионов долларов, причем это чек сразу от нескольких фондов в рамках консорциума. Отчасти это объясняется тем, что компания затем настолько сильно вырастет, что и оценка будет другая, и не факт, что требуемую доходность мы сможем получить. С другой стороны, у компании на более ранней стадии развития есть больше интерес получить не только финансового партнера, но и, допустим, партнера, который может принести определенную пользу с точки зрения управления и развития бизнеса. И кажется, что здесь нам есть, что предложить потенциальным портфелям компании. Но и также есть, мне кажется, интересная тенденция, которая заключается в том, что рынок технологических компаний, он условно начинает делиться на национальных чемпионов. И те компании, которые могут что-то начинать в России, здесь успешно тестируют бизнес-модель и уходят за границу. Может быть, не полностью, но тем не менее, не увеличивают долю экспорта в своих продажах. Часть это вызвано тем, что российский рынок по каким-то из направлений может оказаться меньше, чем, допустим, тот рынок, который компании могут получить за рубежом. Часть это может быть вызвано оценками, которые, получив выручку, и большую часть выручки на иностранных рынках позволят эту оценку поднять. Но тем не менее, вот мы такую тенденцию видим, да, и в том числе среди наших портфельных компаний. Например, в прошлом году мы инвестировали в компанию AntichLab. Это один из ведущих мировых решений в области Face Recognition и машинного обучения. Компания в этом году выиграла американский конкурс NIST, который проходит каждый год на лучшее и наиболее точное решение в распознавании лиц, заняла первое место в очередной раз. И при этом, ну то есть в России это уже один из, ну скажем, топ-2 компания, да, при этом мы понимаем, что для дальнейшего развития, с учетом некой условно небольшой емкости рынка внутри, да, и там неготовности некоторых компаний применять вот эти технологии, да, мы активно развиваем бизнес-компании за границу, мы открыли офис на Ближнем Востоке, активно продаем в Латинскую Америку, в Индию, в Тихо-Азиатский регион, и вот, например, по итогам первого полугодия выручка компании от иностранных рынков составляет уже более 50%, да, ну, то есть вот это как один из примеров. Есть другой пример. Есть национальный чемпион Иви, да, крупнейший онлайн-кинотеатр в России. Опять-таки, с другой стороны, это компания, например, уже такого late-stage VC, early-stage PE, да, то есть компания, которая стоит под миллиард долларов, да, и привлекает раунды по несколько сот миллионов долларов. При этом это исключительно локальный продукт, да, то есть там ты можешь, условно говоря, получить доступ к онлайн-кинотеатру, не находясь в России, да, находясь в странах СНГ или за границей, но, тем не менее, у тебя настолько сложно прописаны авторские права, что часть контента у тебя просто недоступна. Если находишься вне территории России, да, соответственно, когда компания заключает или покупает тот или иной контент, она его покупает исключительно на Россию, ну, плюс, может быть, там какие-то ближележащие страны, да, ну и там, и, собственно, те бюджеты, которые компания тратит на производство собственного контента, для России они одни, для США они совсем другие, для Индии, для Китая они третьи, ну, то есть это очень локальный рынок со своей спецификой, да, в котором сложно оперировать, если ты чемпион в России, тебе сложно стать, условно говоря, чемпионом во Франции, да, не имея огромной базы и финансовой подушки, да. Есть другой пример, есть компания Достовиста, теперь она называется Борзо, это один из лидеров доставки, такой ультралокал, так называемой доставки. Компания прибыльна в России, у нее отличный бизнес-модель, которая себя много раз доказала, при этом, опять-таки, понимая, что в России конкуренция увеличивается, есть экосистемные игроки, да, для которых, возможно, там, юнит-экономика, это далеко не самое важное, да, важно, там, какие-то другие вещи с точки зрения роста бизнеса, да, с точки зрения роста доли рынка, компания выделяет для себя ключевые регионы вне России, в которые она активно идет, развивается, где конкуренция может быть не такой высокой, но где за короткий период времени с относительно разумными капиталовложениями можно стать лидером, да, то есть это, допустим, Индия, Филиппина, Турция и другие регионы, в которых, ну, вот, в моменте конкуренция может быть не настолько высокой. Окей, очень интересные, на самом деле, хорошие примеры, действительно, вот, и Иви, и Достовисто. Я хотел бы, наверное, включить наше обсуждение Дмитрия, попросить Дмитрия, вот, глазами инвестбанка. Все-таки мы сейчас смотрели, что думают, что видят инвесторы, а вот, что по этому поводу думают инвестбанки? Ну, видите, конечно, мы тоже наблюдаем увеличение количества сделок, увеличение активности в технологическом сегменте. И логично, что и мы, как инвестбанк, как МНИ-консультант, также смещаемся в эту же сторону, собственно, где сделки там и мы должны быть, да, со спросом инвесторов, спросом стратегов мы тоже идем сюда же. С одной стороны, нас, как консультантов, в общем-то, неплохими, постоянно растущими пайплайновами именно в технологиях этот рост активности в этом секторе целом радует. С другой стороны, хочется сказать, что Private Equity за пределами технологического сектора, если он и не исчез полностью, то стал, скажем, еще более, наверное, избирательным, еще более фрагментарным, чем это было раньше. То есть, объективно, сейчас привлечь инвестиции от фондов в традиционные, не слишком быстро растущие отрасли и компании стало, в общем, очень сложно. Наверное, это особенность для российского рынка. Мы понимаем при этом, что на рынке, особенно в традиционных отраслях, концентрация высокая, очень высокая. Фактически для каждого актива, который выходит на продажу, существует не очень много потенциальных покупателей. Можно, как правило, скажем, перечислить на пальцах, не знаю, одной максимум двух рук. При этом мы понимаем, что эти покупатели тоже довольно консервативны. Они консервативны в своих оценках по поводу возможных приобретений, а новых покупателей, в общем-то, практически нет. Иностранных стратегий в России мало, они не слишком активны в МНР в любом случае. Местные новые крупные игроки появляются достаточно редко тоже. Здесь есть какая-то надежда, что вот из-за бума IPO в последние месяцы и компании, которые выходили на биржу, получив неплохую оценку, получив средства на приобретение, могут также активнее смотреть на возможные сделки по приобретениям. Но в целом мы понимаем, что если стратегии не готовы покупать более мелких игроков или готовы это делать, но достаточно дешево, то финансовым инвесторам не очень интересно такие активы заходить. Если даже компания традиционного сектора показывает очень хороший рост, во-первых, довольно сложно осознавать, насколько долго этот рост сможет продолжаться, если в целом у нас растет не очень хорошо. Во-вторых, в итоге проект, видите, все равно нужно будет разговаривать, скорее всего, с теми же традиционными игроками, более крупными стратегами, несколькими, которых не очень много, опять же, которые вряд ли предложат очень высокую оценку. Поэтому понимаем, что для фонда поверить в то, что он сможет достичь своей требуемой доходности при инвестиции в такую компанию, достаточно сложно. Поэтому тут возникает некий замкнутый круг из-за ограниченности рынка, из-за невысокого роста рынка. Еще один интересный момент, наверное, хотелось упомянуть. Насколько мы видим, в последнее время в отраслях, в общем-то, традиционных, возникает больше компаний, которые стараются быть, скажем так, tech-енейбл, которые стараются продвигать новые бизнес-модели с развитой технологической платформой, где они имеют достаточно хорошую информацию о клиентах, где все делается онлайн. То есть мы видим, что в будущем вот эта грань между технологическими компаниями и традиционными, она тоже, наверное, в какой-то степени может спираться. И здесь важно для компаний из традиционных отраслей активно участвовать во внедрении технологий, с одной стороны, а с другой стороны, уметь донести до потенциальных инвесторов и до потенциальных протегов потом при выходе вот эти вот возможности, которые отправляются в развитии этих технологий. Дмитрий, спасибо большое. Коллеги Михаил Киреев, Михаил Бекер, вы со своей стороны можете здесь, что-то дополнить, сказать, потому что, по сути, я вижу, что Дмитрий приземлил фокус исключительно на технологический сектор. И так ли это на самом деле глазами фонда? Ну, со стороны Эльбруса у нас наш мандат, он не ограничивается только исключительно технологическими компаниями, хотя у нас действительно там последние годы большой фокус на инвестиции в технологические компании, там, примеры, это Могатхантер, Циан, Авиасейлс, Банкиру и прочее. Вот, но мы также и смотрим на другие отрасли, на консюмерские бизнесы, смотрим активно на бизнесы, связанные с там, здравоохранением и фармацевтикой, разные B2B сервисы, у нас есть примеры, успешные портфели. По своей стороне, наверное, скажу, что технологии и венчуры это только часть портфеля, да, мы достаточно крупный фонд, там, вместе с партнерами у нас под управлением порядка 40 миллиардов долларов, поэтому фокусироваться исключительно на венчурных технологиях было бы неправильно, да, тут важна диверсификация, то есть есть часть, которая инвестируется в инфраструктуру, есть часть, которая идет от классической private equity, есть достаточно большой паблик-портфель, поэтому, как бы, не технологии едиными, живы, как говорится, да, но при этом действительно есть, есть потребности, мне кажется, там, Дима тоже правильно говорит про то, что даже крупные институциональные игроки, они так или иначе начинают приземлять современные технологические решения на свои платформы, да, и это тоже в том числе дает некий посыл для, для нас, как для инвесторов, в такие технологии заходить на более ранней стадии, потому что, опять-таки, вопрос экзита в российском рынке он всегда стоит, и когда начинаются, когда начинают развиваться крупные экосистемы, например, там, Сбербанк, Тинькофф, там, многие другие, да, то мы понимаем, что для нашей более ранней инвестиции есть, там, очевидный и понятный выход, да, то есть это, если это очень большая и крупная компания, то можно сделать IPO, то, что, допустим, Миша и, там, коллеги из Эльбруса успешно делают, или, там, то, что мы сделали на примере Московской биржи, когда мы заходили до IPO, да, и потом провели IPO, сейчас Санкт-Петербургская биржа, опять-таки, мы зашли до IPO, провели IPO, появилась определенная ликвидность, но и выход с точки зрения технологической компании, да, где крупные, крупные государственные, не только государственные игроки, такие как Mail.ru, Ростелеком, да, могут выкупить долю фаундеров, могут выкупить финансовых инвесторов на более ранней стадии, что, опять-таки, мне кажется, для всего рынка это скорее позитив. Отлично, спасибо. Артем, а глазами юридических консультантов все-таки, что вы скажете про рынок и сделки private equity, то, что происходит сейчас в России, может быть, какие-то другие тренды можете видеть для себя? Да, спасибо большое. Я думаю, что в целом соглашусь с коллегами, да, то есть совершенно точно, мне кажется, технологический фокус является лидирующим в настоящий момент, да. Наверное, там, то, что мы видим, наверное, около 70% сделок, которые происходят в секторе, как private equity, так и венчур капитала, это все-таки так или иначе сделки связаны с технологиями. Наверное, еще две вещи бы отметил, то, что первое, мне кажется, до, наверное, середины лет был большой интерес у private equity игроков к фандрейзингу, да, то есть, в части, например, там, возможность создания SPAC-а. Я знаю то, что эти темы очень активно обсуждались, да, и многие игроки смотрели на возможность создания такого рода инструмента, но вот после, наверное, лета, в принципе, дискуссии стало на эту тему меньше. И вторая вещь, наверное, которую тоже Михаил Киреев отметил, да, то, что, в принципе, интерес private equity фондов на инвестирование в компании, которая находится в пред-IPO стадии, тоже возросло, да, то есть, мне кажется, за последнее время количество таких сделок увеличилось, да, это, безусловно, там, связано с тем, что сейчас, как бы, рынок IPO, в принципе, позитивный, да, и большие компании, как бы, смотрят в эту сторону, но количество самих сделок, вот где private equity фонды заходят в самые, наверное, последние стадии, да, их количество тоже возросло. Из практических вещей, наверное, можно просто отметить, как правильно вы отметили, глазами консультанта, да, то, что скорость сделок, она, на самом деле, мне кажется, увеличилась, то есть, если раньше стандартная инвестиция, там, влекла за собой какое-то время около, наверное, там, трех-четырех месяцев, да, для того, чтобы, соответственно, провести всю сделку, да, сейчас, мне кажется, сроки сдвигаются, то есть, это обычно от одного до, там, двух, ну, максимум, трех месяцев. Поэтому, безусловно, игроки стараются сделать эти сделки намного быстрее. И, наверное, последнее. Вчера, вот, коллеги в M&A сессии отмечали возрастающую роль российского права в сделках M&A. Наверное, что касается private equity инвестиций и вечерных инвестиций, да, можно сказать, что, да, такой тренд тоже есть. Наверное, в общем разрезе, мне так кажется, что, наверное, количество сделок, которые делаются там по английскому праву или по российскому праву, они где-то, наверное, 50 на 50. Связано это, наверное, также с тем, то, что есть определенное количество private equity фондов в России, да, которые являются иностранными фондами, и поэтому им, безусловно, гораздо комфортнее работать в инструментах английского права. И второе, наверное, что касается вечерных, вот, историй, все-таки многие вечерные компании, они изначально нацелены все-таки на возможность, как бы, ведения бизнеса за рубежом, то есть они имеют просто иностранные холдинговые структуры, и поэтому, соответственно, там инвесторы, которые присоединяются, да, инвестируют, да, они инвестируют уже в текущую структуру, да, которая подразумевает так или иначе использование механизмов английского права. Наверное, так можно суммировать. Артем, спасибо большое. Я во многом согласен и тоже, конечно, вижу, могу там с нашей стороны подтвердить, что роль российского права, она становится более значимой. Если раньше количество сделок, ну, там, честно говоря, было меньше, да, по российскому праву структурированных, то сейчас точно совершенно мы видим и подтверждаем эту тенденцию, что число растет, и как минимум, да, половина, там, в нашей практике, может быть, даже больше сделок, они уже структурируются по российскому праву, но при этом и специфика венчурных инвестиций часто, да, тоже здесь там совершенно согласен, все-таки элементы иностранного права, они так иначе остаются. Ну, и требования фондов там это то, что нельзя не учитывать. Там, поговорив про, наверное, там основные тренды, да, которые вот мы сейчас обсудили, я недавно видел, кто-то из коллег проводил опрос среди стартапов, там целевая группа была, и суть вопроса была такова. Вот вам надо поднять деньги, к какому фонду вы бы пошли, какой-то глобальный институциональный фонд, у которого там огромное количество инвестиций, да, при этом они меньше работают, наверное, лично с каждым, с каждой из инвестиций. Или все-таки выбрали бы какой-то там небольшого размера, но фокусный, который может помочь, поделиться опытом, ну и, по сути, вырастить этот стартап, наверное, там, да, там, подставить плечо, где нужно. Вот Михаил с позиции Эльбрус Капитал. Какую модель вы выбираете, когда вы проинвестировали деньги в какую-то компанию, и участвуете ли вы там дальше в корпоративном управлении, там, что вы можете предложить таргету? Да, мы один из тех фондов, которые активно участвуют в жизни наших портфельных компаний, и мы себя видим как инвестора, который может принести там ценность для тех компаний, куда мы инвестируем. Вот, на самом деле, наверное, тоже такой один из трендов, это то, что сейчас в наше время, когда там капитала в целом мире становится много, и там нету дефицита капитала, то там становится очень важным именно участие, там, что, что, что фонд или инвестор, финансовый инвестор может принести в портфельную компанию, это как такой фактор дифференциации по сравнению с другими финансовыми инвесторами. Вот, наверное, чем мы помогаем? Ну, то есть, во-первых, мы активно участвуем в рамках совет-директоров, да, там, стараемся участвовать в каких-то важных стратегических вопросах, которые важны для жизни компании. Мы приветствуем обмен опытом между портфельными компаниями Эльбургского капитала. У нас портфель довольно широкий, и часто бывает, что многие компании не сталкиваются с теми же самыми вопросами или проблемами, которые уже другие компании могли пройти в какой-то момент своей жизни, и стараемся вот способствовать вот этому обмену опытом. Ну, например, у нас есть несколько компаний, вот, маркетплейсов, там, в разных вертикалях, да, Катхантер, Сиан, Авиасейлс, Банкеру, разные вертикали, но у всех бизнесов есть также, там, общий элемент в плане, что это, там, маркетплейс, соединяющий две стороны, да, и большая часть, там, успеха, это маркетинг, это то, как компании увеличивают узнаваемость бренда, и вот здесь мы, там, всячески приветствуем обмен таким опытом для того, чтобы какие-то лучшие практики могли перетекать из одной компании к другому. Мы активно участвуем, там, с точки зрения, там, усиления команды, где это необходимо, да, потому что тоже видим большое количество компаний, видим, где компании лучше себя проявляют, где хуже, и там стараемся способствовать тому, чтобы были самые лучшие кадры в компаниях, и усилять там, где это необходимо. Помогаем с точки зрения, там, оптимальной структуры капитала, в некоторых компаниях, например, там, заемное финансирование, оно актуально не везде, но есть в том компании, где это актуально, и здесь мы помогаем с точки зрения, там, отношения с банками, привлечением долгового финансирования на выгодных условиях. Активно увлекаемся в МНА, у нас за время существования Эльбруса, наверное, было сделано, ну, порядка, там, 25, там, чуть больше 25 инвестиций в разные портфельные компании, но больше 100 сделок, потому что каждая компания еще, в свою очередь, активно занимается МНА, отраслевой консолидацией, и там, сделка в себя не поглощения, и здесь мы, как Эльбрус, очень активно участвуем в этих процессах. Вот, ну, то есть, в целом, стараемся участвовать в, там, важных аспектах жизни портфельных компаний и добавлять value, там, где мы это можем сделать. Михаил, спасибо большое. Михаил, Михаил Киреев теперь. А какой подход используете вы обычно? Я думаю, что мы в данном случае не сильно отличаемся от коллег из Эльбруса, да, то есть, прежде всего, мне кажется, для любого финансового инвестора основная задача это повысить стоимость портфельной компании, повысить стоимость бизнеса, да, и для этого мы стараемся использовать любые рычаги, которые нам доступны, да, ну, там, приведу пример. У нас инвестируют в компанию Deliver, это Digital Freight Forwarder, просто за счет нашего портфеля компаний, да, которые насчитывают и крупные бизнесы, и средние бизнесы, и, там, небольшие бизнесы, да, мы нарастили выручку компании в четыре раза только за один год, да, это исключительно приземление логистического оператора на, там, те компании, которые у нас и так есть в портфеле. Другой пример – это какая-то HR-помощь, да, например, во время пандемии мы включали наши компании в так называемый перечень системно-значимых, да, и это помогало получать льготное долговое финансирование, опять-таки, мне кажется, там тоже один из примеров. Мы зачастую помогаем компаниям выходить на международные рынки, там, где мы сильны через сеть наших партнерств, да, потому что мы работаем в основном с уверенными фондами из Ближнего Востока и из Азии, да, поэтому, если компании нужно выйти в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Квейд, Бахрейн, опять-таки, мы готовы помочь. Если нужно открыть офис в Китае или получить какую-то локальную поддержку, опять-таки, через CAC нашего ключевого партнера в регионе и также можно это сделать. То же самое касается Японии и многих других регионов, то есть это с точки зрения, допустим, тех компетенций, которые мы предлагаем для нашей портфельной компании. С точки зрения управления, опять-таки, многое зависит от стадии развития, да, если это очень небольшой бизнес, растущая, растущая венчурная компания, мы достаточно сильно вовлекаемся, да, просто зачастую требуется установить процедуры, при этом наши финансисты активно в этом участвуют, да, там, установить определенную, определенную структуру корпоративного управления, да, принятие решений, в чем мы тоже активно участвуем. Где-то это помощь в открытии счетов банки, где-то это, наверное, аудиторов, где-то это помощь, вот, с точки зрения сетапа и, там, каких-то юридических вещей. На более поздней стадии мы вовлекаемся в основном через сайт директоров, но, опять-таки, там можно решать действительно очень разные вопросы. Зачастую мы стараемся найти какую-то синергию между нашими портфельными компаниями. В качестве примера у нас есть инвестиция в сеть фитнес-клубов World Class, и мы также инвесторы в UFC, да. Мы посмотрели на обе вертикали, поняли, что в США активно развивается сеть фитнес-клубов UFC Gym, которая, ну, с определенной направленностью, да, при этом достаточно иронично большую часть аудитории, там, столет женщины, да, но, тем не менее. Мы поняли, что эта ниша в России пустует, мы, соответственно, заключили контракт, и теперь World Class управляет сетью UFC Gym в России, в СНГ. Достаточно успешный проект, который нас радует своими операционными финансовыми результатами, то, пожалуйста, вот как один из примеров, как между двумя бизнесами можно найти синергию на основе вот чисто портфельного подхода. У нас есть достаточно много инвестиций в публичные компании, да, там, если мы хотим как-то так или иначе повлиять на управление, да, то, опять-таки, все зависит от нашей доли, где-то мы представлены в сайте директоров, где-то нет, но там те или иные вопросы или задачи, которые возникают, мы решаем либо через акционеров, либо через топ-менеджмент, поэтому, ну, на самом деле, вне зависимости от стадии развития компании, помощь от финансовых инвесторов, от фондов, она все равно нужна, да, просто там, калибр задач, которые необходимо решать, он отличается, но цель остается той же, да, то есть принести пользу и максимизировать стаду. Михаил, спасибо. И мне вот, ну, кажется, на самом деле очень интересные факты, да, подчеркиваете, в части участия, в части, там, того, или, которые вы даете своим компаниям. Артем, а может быть, вот опять возвращаясь глазами эротических консультантов, а каким образом, может быть, самый, там, best practice, да, формулировать на уровне обязывающей документации будущую роль фонда, который принимает на себя, там, те или иные обязательства помогать, развивать команду и так далее. Что вы видите? Да, спасибо за вопрос. Мне кажется, то, что, наверное, самый распространенный способ, это, безусловно, при непосредственном инвестировании, это заключение, соглашение акционеров, да, где, соответственно, фонды получают определенные права управления, да, то есть обычно это всегда представитель в совете директоров, это всегда какой-то объем прав вето по основным коммерческим вопросам, по основным операционным вопросам и непосредственно, соответственно, участие в жизни компании, закрепление каких-то, может быть, основных условий, там, для цели, там, последующего IPO, то есть как бы стремление и обязательства такие мягкие, да, помочь компании в развитии. То есть, наверное, все-таки основные вещи, они все-таки регулируются непосредственно через соглашение акционеров и непосредственно обязательства в этой документации. Спасибо. А помимо соглашения акционеров, ну, там, если мы, там, говорим про российские компании, у них там так или иначе, там, существует устав, там, да, которым тоже, там, надо соблюдать. Вы какой часто подход используете и рекомендуете своим клиентам? Насколько какие-то положения по корпоративному управлению вы хотите интегрировать, чтобы устав был, там, скажем так, копией соглашения акционеров или оставляете это все, наоборот, на уровне соглашения акционеров, на уровне обязательств участников, но устав делаете более простой? Я думаю, что эти вопросы, они всегда идут в связке и, конечно же, наверное, обычный подход, да, то, что основные вещи связаны с управлением и, конечно, они должны найти свое отражение в уставе тоже. Поэтому при непосредственной подготовке документации, да, избираются такие конструкции и закрепления таким образом происходят в корпоративном договоре, да, чтобы иметь возможность, в принципе, эти обязательства перенести в устав, да, для того, чтобы у нас не было все-таки разночтения между корпоративным договором и уставом в части основных вопросов, да, то есть в части управления, в части принятия решений, в части провета, да, для того, чтобы любой контрагент, который посмотрит непосредственно на устав, да, мог как бы четко понимать, что такие-таки вещи требуются в компании для того, чтобы там одобрить или заключить ту или иную сделку. Что касается обязательств, связанных с развитием компании, да, там в части, не знаю, подготовки IPO, да, или каких-то других вещей, то такого рода обязательства, они, конечно, находят свое отражение только в корпоративном договоре или в соглашении акционеров и закрепляются как обязательства или мягкие обязательства акционеров по развитию компании. Наверное, вот так можно суммировать. Да, Артем, спасибо большое. И возвращаясь к нашему топику о том, что все-таки большинство инвестиций сейчас, если мы говорим про private equity, это все-таки технологические разные компании. Дмитрий, я знаю, вы хотели рассказать про специфику IT-инвестиций и что важно знать, видеть, проверять, делая такие сделки. Я, может быть, еще совсем чуть-чуть к предыдущему вопросу затрону, да. Ну, видите, когда к нам приходит компания за инвестициями, 95% случаев компания приходит за деньгами, да. Она хочет привлечь инвестора, наша задача помочь ей, это инвестор, но обычно она просит денег, она хочет денег, да. Как правило, компания, когда приходит, она не очень понимает, что кроме денег фонд может дать достаточно много чего еще, да. Наверное, там, то, что мы объясняем, или может быть, даже кто-то из компаний догадывается о том, что фонд может помочь с точки зрения corporate governance, с точки зрения финансовой отчетности. На правило, на этом все. Может быть, там, сделки, сделки, M&A, какие-то будущие, может быть, вот будущий эвит. Обычно компании не очень понимают и часто даже не очень ждут фондов, что фонды смогут помочь с точки зрения кисто-операционных вопросов, подбора сотрудников, кросс-продаж с другими, например, портфельными компаниями фонда. И здесь, поэтому, мне кажется, достаточно важным, ну, и для фонда, наверное, с первых же разговоров стараться максимально конкретизировать вот тот дополнительный value, которое фонд может дать, кроме, собственно, только денег, да. Вот. Но при этом мы, опять же, понимаем, хорошо, что закрепить юридически, вот у нас были случаи, когда, часто даже бывают случаи, когда клиент, обсуждая потенциальную сделку, хочет, чтобы фонд юридически взял на себе обязательство сделать А, Б, С, с точки зрения развития компании. Мы понимаем, что юридически закрепить это, ну, крайне сложно, да. Потому что фонд, правда, не будет брать на себе это обязательство, с одной стороны. С другой стороны, мы все хорошо понимаем, что если фонд кладет в компанию достаточно существенные деньги, он, так или иначе, заинтересован в том, чтобы эта компания развивалась. Поэтому ждать, что он будет просто сидеть тихо и смотреть, как компания стагнирует, ну, наверное, не стоит, да. Поэтому здесь главный инструмент, наверное, да, это военная мотивация. Понимаем, что, а, компания хочет расти, б, фонд проинвестировал, хочет, чтобы компания росла, и будет для этого все возможное делать. Поэтому здесь, скорее, юридически закрепить это сложно, мы это понимаем, да. Но, в целом, поскольку интересы совпадают, наверное, риски тоже не очень высокие. Вот. А если пересадить... Ну, тут, может быть, Дмитрий, я на секунду прерву, да. Вот этот вопрос, опрос, точнее говоря, о котором я говорил в итоге. По-моему, 75% опрошенных, да, целевой аудитории выбрало, что они пойдут в тот фонд, который будет максимально уделять внимание этому бизнесу, будет помогать расти, то есть не только деньги, да. Но этот опрос, на самом деле, он проводился в Соединенных Штатах. У нас тут, может быть, другая картина, но от вас слышу то, что тенденции и там, и здесь, они совпадают. Вот. Окей. Здесь еще, наверное, есть такая особенность, что если компания приходит в поисках инвестора, компания знает, зачем ей нужен инвестор, она знает, зачем ей нужны деньги в первую очередь, да. Она собирается развиваться. У компании есть какие-то бизнес-план, есть основатель, драйвер, который знает, что он хочет сделать, занимаешься год-два-три. Поэтому любая поддержка, да, она полезна, она окей, но главное, что сама компания хорошо понимает, чего она собирается делать дальше. Поэтому вот все, что может быть фонд, это некое дополнение, так сказать, бонус. Вот. Мы немножко говорили об особенностях сделок в технологиях. Но здесь, опять же, мы в большей степени как бы господин финансовый, естественно, да, поэтому совсем коротко, наверное, расскажу, как это выглядит с точки зрения дью-диллидженс, с точки зрения каких-то вопросов именно финансовых. С активизацией сделок в технологиях возникли дополнительные моменты, вот, собственно, в рамках дью-диллидженс. Понятно, есть теоретические вопросы, относящиеся к правам на интеллектуальную собственность, есть сложности в проверке фондами или проверке стратегами технологии, собственно говоря. Здесь часто привлекают внешних экспертов для того, чтобы помочь оценить, что, собственно, технология себе представит, насколько она реально уникальная, насколько она реально хорошая. При этом есть и финансовые вопросы, в которых мы, может, чуть больше разбираемся, да, которые стоит упомянуть. Например, у технологических компаний большая часть затрат, часто даже большая часть затрат, это расходы на разработку. Постоянное совершенствование технической платформы, продуктов, в первую очередь программное обеспечение. Ну, например, мы уже за последние год-два уже на нескольких сделках успели поучаствовать в обсуждении возможностей капитализации фонда платы труда разработчиков. Понятно, там большая часть расходов это программисты, да, программисты разрабатывают продукт. Вопрос, можно ли то, что мы на нескольких катализировать, или нельзя. Очевидно, если флот программистов и связанные расходы идут именно в расходы, в отчетности компании, да, это снижает рентабель. В итоге мы приходим к тому, что покупатель ориентируется сознательно или посознательно на некий мультипликатор к ИДД, например. Приходим к тому, что он, может быть, не готов к той цене, которая раньше обсуждалась, потому что ИДДД фактически оказывает по итогам проверки ниже, чем он ожидал и чем изначально обсуждали. Здесь вопрос, как правильно обосновать возможность капитализации значительной части вот этих там расходов на фонда труда разработчиков, на собственно разработку, да. В одном случае мы вместе с компанией потратили несколько недель фактически, помогая восстановить из жира и из других внутренних учебных систем компаний по часам, работу у программистов для обоснования того, что они основную часть времени создают именно новый продукт, для того, что можно, собственно говоря, капитализировать. Ну и плюс здесь довольно много чего зависит от проверяющих. Схема, скажем, не совсем новая, но все-таки относительно новая, да. И иногда те, кто приходит делать билжи со стороны инвесторов, со стороны стратегов, они тоже не до конца понимают, как эти стандарты НССО работают, как они трактуются, что можно или нельзя эти основные расходы капитализировать. Поэтому здесь некий такой взаимный процесс обучения между компанией, комплектантами с двух сторон и так далее. Вот, ну, наверное, на эту тему как-то так. Дмитрий, спасибо. Артемок, я слышу то, что Дмитрий поднял, на самом деле, очень интересный вопрос и согласен полностью, то, что в технологических сделках один из ключевых активов это интеллектуальная собственность. И вот когда мы работаем на инвестора и начинаем проект по приобретению, допустим, такой компании, какие там вот, может быть, дополнительные особенности, специфику с точки зрения проверки или там, что надо знать инвестору про компанию, да, с позиции юридической, вы могли бы здесь описать и отметить? Спасибо. Безусловно, наверное, когда у нас в качестве таргета является компания, которая занимается технологиями, да, специальный фокус должен быть все-таки сделан на интеллектуальную собственность, на права интеллектуальной собственности, то, каким образом компания создавала эту разработку, каким образом права на эту разработку были оформлены. И, соответственно, ряд вопросов, которые непосредственно связаны с этой темой. Безусловно, особое внимание уделяется при проверке юридически этим вопросом, но, наверное, здесь необходимо отметить то, что, несмотря на то, что вы как инвестор или как юридический консультант более подробно и детально погружаетесь в эту тематику, к сожалению, наверное, полностью дать комфорт того, что компания непосредственно владеет технологией как бы в полном объеме, без каких-либо рисков, да, наверное, сделать довольно сложно, потому что есть, на самом деле, большое количество практических аспектов, которые невозможно просто проверить в ходе юридической проверки, да. То есть, например, невозможно проверить, кто из работников непосредственно занимался созданием интеллектуального продукта. Невозможно проверить, было ли это сделано в рамках их трудовой деятельности либо за рамками трудовой деятельности. Соответственно, все эти вопросы, они могут так или иначе повлиять на как бы титул, да, и на возможность там оспаривания этого титула в будущем. Поэтому, несмотря на то, что детальная проверка проводится, да, необходимо не забывать, да, то, что все-таки тот комфорт, который инвестор находит, он все-таки находит через контрактные инструменты, да, то есть путем закрепления определенных там заверений, гарантий, документации транзакционной. И только это может дать инвестору так или иначе комфорт. И также не стоит забывать, что все-таки любая юридическая проверка, да, насколько бы она детальна ни была, все-таки это проверка, которая проводится, да, инвесторам, но документы и информацию, которую предоставляет, это все-таки таргет, да, и продавцы. Поэтому, если все-таки они не захотят что-то предоставить, да, вы как бы, ну, не сможете их заставить это сделать, вы можете об этом не узнать, да, поэтому все-таки всегда правильным аспектом структурирования является закрепление тех или иных вещей, да, путем контрактной документации, да, для того, чтобы полностью обеспечить, иметь защиту для инвестора в это ключа. Артем, полностью согласен и поддерживаю. Я вот с твоей стороны, может быть, даже добавить хотел, то, что вот если раньше, там, проводя правовые проверки, ну, вот они действительно, там, это была юридическая проверка, да, то сейчас, если мы говорим про приобретение какой-то технологической компании, и там много вопросов интеллектуальной собственности, то помимо сугубо юридического, ну, особенно там, программное обеспечение, например, да, какое-то, которое владеет компания, то помимо формальной юридической проверки, да, мы очень часто работаем вместе с IT-командами, которые помогают разобраться, понять, а что это за технология, там, что для нее важно, без чего она может работать, без чего она работать не будет, где могут какие-то сторонние риски появляться. Вот, и помимо также работы с документами непосредственно, да, там, которые подтверждают, что вот у работника был, там, трудовой договор, там, в рамках должностных инструкций он разрабатывал, там, некое, там, программное обеспечение. Мы тоже видим, что чаще и чаще на рынке, там, используются форматы дополнительных интервью с работниками, где вот как раз совместные юристы, технологические команды, они пытаются понять, а кто именно участвовал в разработке этого ПО, чтобы потом возможные риски утраты титула можно было максимально закрывать. То есть я согласен здесь тоже полностью, что due diligence – это процесс все-таки, который контролируется продавцом или таргетом, да, в части информации и всего остального. Но от покупателя, наверное, сейчас, вот, по крайней мере, там, в IT-сделках точно совершенно, там, новый стандарт требований появляется, там, да, проверить максимально, убедиться, что то, что тебе продают, там, и действительно принадлежит продавцу, и он вправе это тебе передать, продать, и, там, исключая какие-то возможные юридические риски, там, по оспариванию этого титула. Окей, хорошо, тогда мы плавно, наверное, движемся уже, ну, хотел сказать, во вторую часть нашей сессии уже подходим к одному из исключительных топиков. И, по сути, вот то, что мы там сейчас видим на рынке, ну, и вы, коллеги, тоже отмечаете, да, сейчас для российских эмитентов появляется больше возможностей по выходу стать публичными, да, IPO. Мы видим то, что компании, в которые и Брус, и ФуПри инвестировали, там, часто фигурировали в новостях по поводу совершившихся уже IPO или, там, планируемых, вот. И в этой связи хотелось бы, наверное, поговорить про выходы из инвестиций. Какие вы видите возможности? Что происходит на рынке? Тут, наверное, Михаил, Михаил Бекер, давайте начнем с вас и дальше все вступайте, когда посчитаете нужны. Ну, мы на этапе вхождения в любую новую инвестицию уже тщательно там продумываем перспективы выхода, как они могут быть, кто может быть потенциальным покупателем, поскольку это вероятно, как нужно выстроить стратегию компании для того, чтобы увеличить шансы на то, что будет успешный выход. Потому что выход у нас там в наших российских реалиях это такая там основная боль для private equity. Выходы очень сложные, покупателей не так много, особенно стратегических покупателей. И здесь, ну, вот важно это все продумывать уже с самого начала, то есть как мы хотим построить компанию для того, чтобы она была наиболее привлекательной для потенциального покупателя. Вот, также нужно заранее начинать уже какой-то диалог и общение с потенциальными стратегическими покупателями, еще, наверное, задолго до такого целевого там горизонта выхода уже начинать эти взаимоотношения там развивать, рассказывать, особенно если это иностранцы и какие-то стратегические покупатели, которые пока что не присутствуют в России. Вот, надо сказать, что у нас опыт успешный вот на основе нашего портфеля с точки зрения выхода путем M&A, там, продажи стратегическим покупателям, причем как иностранным, так и российским, вот, особенно последние несколько лет. Вот я уже упоминал несколько примеров из иностранцев. Ну, вот в прошлом году, прям до пандемии, мы продали ОСГ американская публичная компания Iron Mountain, была такая знаково интересная сделка, американский стратегический инвестор, да, купил российскую компанию. Была продажа от блеска французской компании, тоже публичной, Босфор был продан, была блокар, у нас был опыт HelloFresh, который сейчас вошел в шок-маркет, у нас был успешный опыт вокруг SPSR, экспресс, который объединился с DPD, с французской, Пикпоинт, где у нас тоже партнеры, это почта Франция, вот, и, наверное, еще из примеров, это там, продажа интеркомп, у нас был аутсорсинг в бизнес, аутсорсинг, букучет, расчет заработных плат был продан Сберу, и теперь входит в экосистему Сбер, называется Сбер-решение. Вот, то есть, довольно такой большой опыт, очень много, что мы на основе этого для себя выяснили и ценный опыт приобрели, вот, который, конечно, дальше мы используем в наших новых инвестициях, когда мы продумываем там вероятности разных выходов. Вот, ну и, конечно, выход там путем IPO, выход на рынки капитала, его тоже нельзя исключать, это сложнее, вот, из нашей практики, потому что для того, чтобы провести успешно IPO, необходим масштаб, и речь идет про IPO, когда это не просто технический листинг, да, когда идет там полноценное IPO, где необходимо, чтобы была ликвидность на вторичном рынке. Вот, для этого нужно иметь определенный размер и там уровень капитализации компании, который там должен стремиться, ну, много сотен миллионов долларов составлять, или стремиться к миллиарду плюс, для того, чтобы это могло быть успешное размещение, ликвидное. И у нас такой опыт, опыт есть в портфеле Эльбруса, вот, но это, наверное, доступно для, там, относительно более крупных компаний, бизнесов, которые уже достигли определенной, там, критической массы, и, помимо всего прочего, тоже должны быть, там, лидерами в своих отраслях, должны быть привлекательные симметрики, и большой потенциал, и, как бы, размеры, и все это вместе должно там сложиться для того, чтобы такие размещения состоялись. Вот, но радует, что вроде бы окно приоткрылось для российских эмитентов. Вот сейчас последнее осеннее окно, много было размещений успешно, то, и, как бы, если это сохранится, то, наверное, будет там каждый год происходить много IPO. Раньше это была большая редкость, там были годы, когда их вообще не было, или было там одно какое-нибудь IPO, да, а сейчас у нас сразу уже много, и это радует. И радует также, что, если раньше там IPO в основном ориентировались на какие-то международные площадки, то есть это IPO либо на лондонской бирже, либо на, там, на сдайте, на нее в столе Ченич, то сейчас московская биржа, большинство компаний, которые недавно размещались, размещались в том числе на московской бирже, и сейчас есть очень много там внутреннего спроса появляется в России на публичные компании российские. Вот этот ритейловый спрос растет, это означает, что там в будущем, наверное, будет происходить больше IPO только на московской бирже, и, ну, соответственно, будет там больше возможностей для российских компаний, чтобы там выходить на публичные рынки. Даня, спасибо большое. Если не против, я тоже чуть добавлю. Особенно вот в последней тезисе, о которой Миша говорил, действительно видим, ну, мы как при IPO и достаточно старый акционер московской биржи, да, который на всех стадиях компании ее поддерживал, да, видим, что действительно спрос со стороны эмитентов на размещение локальной площадки, он достаточно высокий, да, наверное, за там одним явным исключением технологические компании способны получить гораздо более высокую оценку, если они размещаются на NASDAQ, да, ну, или там в Штатах. Возможно, какой-то двойной листинг, да, но, тем не менее, кажется, что по-прежнему вот для технологических компаний это, ну, является дифференцирующим фактором, да. Даже там та же Санкт-Петербургская биржа, которая недавно разместилась в Москве, и там, и, собственно, там на своей площадке, да, она позиционирует это как то, что это некое размещение локальное для того, чтобы показать, что собственная площадка, да, Санкт-Петербургская биржа, она позволяет такие, IPO-делы, да, но при этом все равно основной, основная цель – это размещение на американской площадке. Но я бы сказал, что при этом, наверное, это вот одно из таких исключений, да. Все остальные компании в России, в Москве получают всю инфраструктуру, весь тот же спрос фондов, поэтому в этом смысле кажется, что там наши локальные площадки здорово подтянулись, да, и с точки зрения эмитентов они предоставляют практически тот же набор услуг и качество услуг, и спроса, которые компаниям требуются. При этом, что касается возможностей выхода, да, я бы еще обратил внимание на то, что существуют определенные продукты, да, которые фонды предоставляют, да, например, венчурный долг, тот же, да, который позволяет заранее зашить в инвестицию возможность выхода, да, например, мы в этом году инвестировали вот через такой инструмент в компанию Profi, мы понимаем, что с точки зрения там equity-инвестора, возможно, там, ну, вопрос выхода, он будет чуть более сложный, да, ну, как провайдеры долгового венчурного финансирования, да, мы понимаем, что у нас есть определенный срок, в течение которого мы получаем большую часть нашего капитала обратно, да, ну, и там остаются какие-то элементы, которые связаны уже с таким гибридным финансированием, что-то среднее между долгом и акционерным капиталом, но там мы, соответственно, готовы рисковать, да, и готовы вопрос выхода ставить, собственно, там, ну, и горизонт этого выхода иметь там некую неопределенность. При этом, ну, конечно, вопросы выхода в венчурных компаниях, они в России стоят и достаточно остро, ну, вот просто ради примера, у меня в этом году была одна сделка, это компания на развитых рынках, мы инвестируем через Российский и Китайский инвестиционный фонд, вопрос выхода решился примерно за неделю, да, то есть у нас мы поняли, что оценка в рамках раунда, который компания привлекала уже для нас очень хорошая, да, то есть мы заработали требуемую и там целевую доходность, буквально там один звонок фаундеру и в течение недели мы закрыли сделку, то есть вопрос секондарь спроса, он был решен очень быстро, да, но вот в России, к сожалению, пока этот вопрос решается, да, то есть определенные позитивные тенденции, тем не менее, есть, да, то есть мне кажется, один из трендов, который сейчас есть на рынке, это когда брокеры, да, небольшие инвестбанки собирают при IPO раунды, да, для своих либо ритейл клиентов, либо каких-то high net worth, и, собственно, обеспечивают небольшой секондарь рынок для ранних инвесторов в те или иные компании, да, я сейчас не буду приводить конкретные примеры, но, в принципе, там, если вы пользуетесь Alpha или там TeamCoff, в принципе, это в своем приложении можете увидеть, да, и кажется, что это тоже какой-то, какой-то определенный тренд, который позволяет пусть и небольшую, но некую ликвидность для инвесторов получить. Не знаю, насколько он будет долгосрочен, но хочется верить, да, что это тоже одна из тенденций, которая может помочь в плане выходов. Поэтому, ну, вот, наверное, вот те тенденции, которые, мне кажется, сейчас есть на рынке, которые важно тоже иметь в виду. Михаил, спасибо большое. Дмитрий, может быть, вы тоже добавите то, что вы видите и наблюдаете сейчас? Да, но в целом, конечно, с коллегами, понятно, что сейчас замечательная история с IPO, действительно, рынок бумит или бумил вот в последнее время, а при этом, как Миша Бекер, конечно, сказал, был период достаточно длинный в России, когда IPO не было вообще. Сейчас есть, их много, но будет ли IPO через 3 года, через 4 года, когда нужно будет делать экзит из российской компании, никто не знает. Возможно, когда рынок будет хороший, возможно, рынок будет не очень хороший и, в принципе, возможности IPO может не быть, да, по каким-то, там, геополитическим причинам, медоэкономическим или кем-то еще. Поэтому, если даже фонд, заходя в компанию, видит в себе IPO как некий план А, то всегда фонд думает о том, что должен быть план Б, если у другого IPO не случится, да, может быть, допустим, продажа с ракетой, как-то один из вариантов. Третий вариант, там, вроде продажи самой компании, founder и так далее, тоже возможен, но на него делать ставку заранее тоже достаточно сложно, потому что ситуация, может быть, такой, который не позволит такой выход провести, да. Вот. Еще, наверное, я хотел сказать о том, что, когда мы начинаем работать с компанией, которая к нам приходит, например, на предмет влечении инвестиций или на предмет продажи, мы в первую очередь ориентируемся все-таки, к сожалению или счастью, на вот тот набор российских стратегов, который в этом секторе есть. Мы понимаем, что есть там этот сектор, смежные сектора, в нем есть и набор, там, не знаю, 5, 10, 15 стратегических игроков, которые мы считаем, в разной степени вероятности, понятно, потенциально в этой истории могли бы быть заинтересованы. Вот. Тут возможны сюрпризы, возможны ситуации, когда приходят, например, в той же нашей сделке коллегами из Экгруса, приходит французский стратег под названием Элиса, покупает компанию Блескинкер, но, опять же, знать заранее будет при такой стратег, не всегда возможно. Поэтому мы понимаем, что есть некий набор достаточно очевидных сериал игроков российских, крупных, которые наверняка посмотрят на такую историю. Есть набор международных компаний, которые, скорее всего, тоже подумают об этом секторе, возможно, тоже захотят в Россию зайти, но вероятность ниже. Ну, есть, наверное, набор каких-то еще компаний потенциальных, может быть, семейных офисов, чуть менее крупных игроков, но которые неплохо профинансированы, могли бы захотеть расшириться. Или ребята из других сегментов, которые могли бы в этот сегмент выйти. Но это все-таки все, скажем так, с несколько менее высокой вероятностью происходит, чем продажа стратегов. Поэтому, в первую очередь, к сожалению, приходится ориентировать на стратегов, но, естественно, смотреть на то, что это широко, тогда нужно довольно креативно к этому подходить и, собственно, думать о том, почему конкретная история о конкретном стратеге может быть интересна на уровне человеческих отношений или вещей за пределами конкретного бизнеса. Дмитрий, спасибо большое. Я вот от себя, на самом деле, может быть, тоже хотел здесь вступить и добавить и предложить Артему, наверное, там тоже вступить в дискуссию. Выход, понятно, это поиск покупателя, там он может случиться как через IPO, как продажа стратегическому инвестору. Ну, собственно, что мы сейчас обсудили. Но помимо того, что фонд продает свое участие в таргете, в инвестиции, есть еще всегда вопрос о документации, по которой эта продажа происходит. И, Артем, может быть, здесь вы поделитесь своим опытом, на что в первую очередь обращают фонды, говоря о договоре купли-продажи акций и далее. Может быть, какие-то есть даже стандарты по индустрии в части подходов к ограничению ответственности, объема гарантий, которые фонд предоставляет покупателю и так далее. Да, конечно. Ну, на моей практике, в принципе, инвестиционные фонды, наверное, стараются всегда иметь очень кассивативную позицию, да, то есть они стараются не давать, как правило, каких-либо бизнес-заверений, либо давать эти заверения в очень ограниченном объеме, в руководстве с тем, что они всегда были финансовым инвестором, да, и, по сути, операционный контроль всегда находился в руках основателей. Поэтому, наверное, в большинстве случаев это обычно базовая позиция при продаже третьим лицам. Соответственно, те вещи, которые фонды готовы гарантировать, да, они всегда будут вокруг титула на их пакет владения, да, и, по сути, какие-то совсем ограниченные вещи, связанные там с дееспособностью подписантов при продаже. Что касается ограничения ответственности, то здесь тоже есть определенный рынок, да, то есть когда мы говорим про, там, титул на акции или на доли, да, то есть стороны… Есть какой-то market practice, да, который там обычно варьируется около трех лет, да, то есть где-то стороны двигаются немножко в меньшую сторону, да, то есть если там титул был как-то какой-то беспроблемный, да, но обычно это никогда не более трех лет. И, соответственно, что касается каких-то стандартных вещей, связанных с порогами по ограничению ответственности, да, то здесь опять здесь это всегда как бы жестко обсуждается, проводятся переговоры, да, и как бы стороны пытаются найти какой-то баланс интересов. Но что касается, вот еще раз повторюсь, правит equity фондов, да, то есть патиция всегда очень консервативная, да, и всегда, в принципе, фонды очень неохотно идут в сторону расширения своего как объема ответственности, так и пакета там заверений, которые они бизнесу или какому-то стороннему приобретателю предоставляют. Артем, спасибо большое. Коллеги из Эльбруса и фонда прямых инвестиций. Вы здесь можете что-то дополнительно прокомментировать? Потому что мне просто кажется, что, ну, ту ситуацию, которую описал Артем, она, я соглашусь, там, это рынок, это, наверное, там некий такой стандарт, это то, с чего всегда все начинают. Но, с другой стороны, бывают сделки, где фонду очень хочется продать, там, допустим, какой-то актив, например, если такие бывают, а покупатель, в свою очередь, там, достаточно жестко стоит на позиции, что ему хотя бы минимальные гарантии у бизнеса хочется получить, да, помимо, там, стандартных титульных историй. Вот, может быть, вы видите такие ситуации, где фонды все-таки готовы, там, пойти навстречу и дать чуть больший комфорт покупателям? Мне кажется, это очень индивидуально, там, зависит от специфики каждой отельной сделки. Вот, в целом, наверное, причина, почему, вот, фонды, там, ну, во всем мире, да, во всем мире они, ну, как правило, дают, им сложно брать на себя, там, ответственность. Ну, их несколько, там, одна причина, это, что, действительно, фонды, на самом деле, ну, в большинстве своем есть такая административная инвестиция, там, имеет какой-то ограниченный, там, контроль и знание, там, внимания, что, ну, всех деталей, там, внутри бизнеса. Вторая причина – это просто связано со структурой фондов, да, то есть, вот, структура большинства фондов, ну, в мире так устроена, что, когда происходит продажа, и фонд получил средства, средства должен распределить своим инвесторам, своим LPs, и, там, если через несколько лет, если бы фонд взял какую-то ответственность, через несколько лет вдруг ипотетически что-то бы всплыл какой-то риск, и нужно эти средства отдавать, то, как бы, это становится проблемой для, ну, для фонда, откуда их взять, потому что они уже распределены между LPs. Когда нужно что-то резервировать, резервировать это, как бы, сложно, это неоптимально, это влияет на показатели доходности, это не всегда возможность с точки зрения, там, документации самого фонда, ну, в общем, есть еще структурные, как бы, проблемы, ограничения, которые не позволяют, там, фонду, может, что-то брать. Вот, ну, а дальше этот вопрос становится, наверное, там, соотношение каких-то, ну, для покупателей-продавца, да, то есть, наверное, зависит от того, там, насколько действительно велики эти риски, с точки зрения риска локейшена, там, и соотношение с ценой, да, то есть, насколько цена, там, высокая или низкая, как бы, как это соотносится с теми рисками, которые покупатель может брать на себя, и, наверное, очень индивидуально и зависит от, там, конкретной ситуации переговоров с, там, с конкретным покупателем. Я бы, наверное, тут добавил, что все зависит, ну, действительно, все очень индивидуально, зависит от баланса, там, спроса предложения на каждый конкретный актив, да, ну, то есть, там, бывает ситуация, когда спрос на актив настолько велик, что, в целом, там, кроме тайтла и капасти, можно, в принципе, больше ничего не давать, да, как бы и так заберут, но бывают и совсем другие примеры. Поэтому, ну, там, все очень индивидуально, безусловно, чисто финансовый инвестор, который не имеет большой доли в бизнесе, да, и, там, не имеет каких-то значительных, значительных операционных рычагов на бизнес, да, ему, ну, просто, как бы, не имеет никакого смысла давать бизнес-гарантии, просто потому что он, действительно, этот бизнес очень ограниченно влияет, в основном, через какой-то негативный контроль по SHA, да. Если, допустим, какая-то группа фондов, да, контролирует компанию, там такие вопросы, наверное, можно обсуждать, ну, в определенном пределе, с определенными лимитами ответственности, но, опять-таки, все упирается в спрос-предложения и некое, ну, как мне кажется, да, еще понимание самого рынка, да, то есть он, он, он действительно все-таки несколько отличается в России, допустим, от того, что принято в Великобритании, того, что принято в каких-то других географиях, везде есть своя небольшая специфика. Ну, и, наверное, там, с моей точки зрения, из моего опыта, самый идеальный сценарий выхода с минимальным количеством гарантий, когда ты продаешь свою долю контролирующему акционеру, который так все знает про бизнес и только чистоты титулов, в принципе, тебе больше ничего особо рассказывать им не нужно и показывать. Самый лучший сделок, наверное, да, согласен. Да, абсолютно. Артем, Дмитрий. Далеко не всегда контролирующий акционер готов бы платить премию к принял уходу существенную, которая оправдала бы эту доходность, которую он хочет заплатить. В идеале, видимо, все-таки стратег. Дима, а тут, ты знаешь, тут упирается, как бы, что у него есть. Если у него есть только роффа, то можно, мне кажется, там, разные способы использовать. Если у него есть роффа, то... Механизмы есть, да. Чуть сложнее. Ну, в общем, опять-таки, спрос-предложение. Да. Ну, в целом, да, здесь довольно сложно много чего добавить. Да, были разные ситуации. Были ситуации, где у фондов было, условно говоря, 10-15% в компании. В этом случае, естественно, фондам очень сложно взять на себя какие-то бизнес-гарантии. Да. Ну, опять же, во-первых, стратеги часто уже готовы к этому. Они понимают, что есть такая особенность, собственно, структуры сделки. Во-вторых, очень редко в компании все-таки вот объем рисков, даже потенциальный, даже совсем гипотетический, он вот достигает этих скидок, да. В простые случаи все-таки там, условно говоря, гарантии покрывающих 20-30-40% в компании, ну, плюс-минус достаточно, да, то, о чем можно говорить. Это лучше, чем ничего. Это не идеальная ситуация, но это обсуждаемо, в принципе, то, о чем можно договориться с покупателем тоже. А в других ситуациях, ну, собственно, вот с коллегами из Ребруса у нас была сделка несколько лет назад, где у компании, у фонда, собственно, был бойконтролирующий пакет, там мы, естественно, полноценно обсуждали все гарантии и заверения, потому что, понятно, что если фонд контролирует компанию, то он достаточно глубоко в теме, понимает всю бизнес-ситуацию, да, все риски. Поэтому тут действительно подходы индивидуальные. Ну, как правило, сделки не срываются из-за того, что, скажем, фонды не готовы давать полноценную гарантию по адресуным вопросам. То есть обычно все-таки здесь есть механизмы, о которых можно договорить. Дмитрий, спасибо. Артем? Да, согласен полностью, да, то есть, безусловно, это все зависит от сделки непосредственно, да, и аппетита сторон. Я думаю, что, на самом деле, самая жестокая депотируемая история, это когда у фонда есть, например, в СЧ, оговоренное право на дрэк, и находится, соответственно, какой-то инвестор, который заинтересован, и фонд хочет воспользоваться своим правом на дрэк. И здесь как бы возникает вопрос, кто тогда вообще даст гарантию, да, инвестору, который заходит, да, потому что, соответственно, тот, кто хочет дрэк инициировать фонд, он не готов давать. Основатели и остальные акционеры говорят о том, что вы нас втягиваете в эту сделку, да, почему мы должны, по сути, давать объем гарантии в непонятном объеме совершенно, непонятное количество. И всегда такая тема, она всегда очень плотно обсуждается при согласовании непосредственно СЧ и другой обязывающей документации. Да, со своей стороны тоже соглашусь с вами. Эти обсуждения, они, конечно, там всегда имеют место и требуют времени и терпения, наверное, сторон. Коллеги, вместе с этим мы, на самом деле, подходим к концу основных топиков, да, которые мы хотели обсудить внутри сессии. Я смотрю в чате, пока вопросов не появляется. господа участники, хотите что-то дополнительно спросить у наших спикеров? У меня на компьютере чат молчит. Виктория, от организаторов, тогда мы, наверное, заканчиваем нашу панель на этой ноте. Вы смотрите в Q&A вопрос. Есть вопрос о налогах, да. Секунду, я почему-то не вижу. Виктория, вы могли позвучить? Да, конечно. Много ли налоговых вопросов в сделках? Коллеги, кто ответит? Мы, со своей стороны, на самом деле, видим, что там, как вот юридическая фирма Allroot, да, что вопросам налогового структурирования всегда уделяется особое внимание. Там, тем более, если мы говорим про технологические сделки, здесь вот я соглашусь, вопрос создания себестоимости, да, программного обеспечения, он всегда важен и, конечно, стороны там, особенно продавец об этом всегда думает, да, потому что налоговые риски никто не отменял. Мы видим то, что наша налоговая служба, она там, из года в год становится все более квалифицированнее, там очень хорошо понимает, как делаются сделки, где могут быть ключевые точки и риски, и, мне кажется, очень сложно сейчас. Каким-то образом, ну, по крайней мере, используя разные схемы, это больше не работает, да, поэтому вопрос создания себестоимости, он точно совершенно ключевой. Коллеги из фондов, может быть, вы здесь тоже вступите по налоговым рискам на сделках? Да, тут еще тоже вопрос про налоги поступил через другой чат, через общий чат. Ну, налоговые вопросы там, конечно, нужно внимательно там прорабатывать на этапе сделки, то есть если это на этапе вхождения фонда, то, наверное, стоят вопросы там, как это правильно структурировать с прицелом на, там, будущий выход, с прицелом на какое-то будущее распределение средств, если это, если это требуется, да, там, при распределении дивидендов, с расчетом на то, что если в будущем, как бы, будет, нужно будет распределять средства из компании или, наоборот, вкладывать средства в компанию, как это все оптимально, там, с налоговой точки зрения. Вот, наверное, что из какого в практике, ну, вот Эльбрус, как правило, предпочитает, чтобы, ну, входить в иностранные юрисдикции какой-то, да, в наши инвестиции, да, иметь по английскому праву документацию, вот, здесь возникает тоже, как правило, гибкость, что, там, выход, он может быть структурирован, ну, в перспективе, как, там, путем продажи какой-то российской операционной дочки, если это актуально, вот, либо путем продажи непосредственно, там, иностранного юрлица. И в зависимости, вот, там, предпочтение покупателя, юрисдикции покупателя, да, там, и тот, и другой вариант, он может работать, то есть возникает такая опциональность. Вот, я не знаю, здесь вопросы больше были по поводу налогового структурирования, вот, самой сделки, так, чтобы это было, там, эффективно для всех сторон, или больше какие-то налоговые вопросы, которые возникают, ну, там, в рамках налоговых рисков, например. Ну, к сожалению, здесь Роман не уточнил, да, потому что вопрос звучал, много ли налоговых вопросов в сделках. Много есть такие вопросы. А вот я вижу еще один вопрос от Кирилла. Коллеги, как обычно решаются проблемы с распределением гарантий между стратегами и фаундерами, например, при реализации дрэгов? Ну, тут, мне кажется... Да, Дим, извини. Ну, мне кажется, что, там, заканчивая вопрос, на который Миша отвечал, да, ну, там, когда ты делаешь инвестицию, да, естественно, ты делаешь due diligence, и у тебя, в зависимости от объема налоговых вопросов и проблем, ты захочешь либо получить, там, полную indemnity, да, либо ты, соответственно, можешь, там, какие-то ограниченные, ограниченную защиту получить. Но, безусловно, там, налоговый вопрос очень важный, как на этапе входа, так и на этапе выхода, да, и о них надо думать в момент инвестиции, а не в тот момент, когда тебе надо продавать. Поэтому это действительно важный аспект, который, таким, мне кажется, там, останется еще на долгие годы вне зависимости. Коллеги, мне кажется, у Михаила со связью. Так, ну, бывают иногда технические неполадки, к сожалению, я знаю то, что, да, Дмитрий, вы хотели тоже по этому поводу... Да, я хотел, да, в общем-то, в большой степени то, что Миша, который начал говорить. Ну, видите, как, с одной стороны, налоговый вопрос о сделке самой, скажем, при экзите, они очень важны, с другой стороны, они, относительно, легко решаются. Базовый подход, что, собственно, то, что происходит до сделки относится к компании, то, что после сделки компании не относится, да, к ответственности компании, он более-менее согласованным понятием, да, по этому вопрос, конечно, там, срока ответственности, объема ответственности, максимального, минимального и так далее. Но, в целом, само по себе, решение проблемы, что делать с налогами с точки зрения сделки, оно, как правило, более-менее понятно, на дебрейте вам не будет. Другое дело, что, если в рамках Дюдила выяснится, что этих налогов действительно прямо очень много, это может повлиять и, собственно, на сам факт сделки, да, скорее всего, не случится, да. А переходя к вопросу, вот, Кирилл, если я правильно понял, по распределению гарантий между фаундерами и стратегами, это, собственно, то, о чем Артем начинал говорить. Ну, собственно, с чисто коммерческой точки зрения, а не геродительской, да. Насколько я понимаю, реализация дрэгов, ну, достаточно сложная история и в российском праве, в принципе, и с точки зрения вот такой вот сделки, да, можно реализовать, с другой стороны, не совсем понятно, кто при этом отвечает за те риски, да, кто берет на себя гарантию. Поэтому, на мой взгляд, дрэг – это некий механизм, который хорошо помогает с точки зрения переговорной позиции сторон, но на практике, наверное, мало кто хочет доводить до его реализации, потому что все понимают, что, ну, это будет сложно и не факт, что закончится хорошо для самой компании. То есть, скорее, можно зайти в конфликт. Окей, согласен. Артем, мне кажется, как раз вам следующий вопрос уточняющий. Насколько, кстати, сейчас инфорсится дрэги и дрэги по российскому праву? Да, здесь, наверное, нет однозначного ответа, да. То есть, в принципе, есть возможность, безусловно, прописать эти инструменты таким образом, чтобы они работали по российскому праву, да, но это, безусловно, наверное, влечет за собой. То есть, как бы, если мы рассматриваем это со стороны, можно ли кого-то там затащить в сделку, да, как дрэг, да, либо обязательно купить, то, да, ответка бы можно, да, но для того, чтобы это структурировать правильно, это займет определенное количество времени, да, потому что механизмы, которые необходимо будет прописывать, да, они в основном будут находиться вокруг опционной конструкции, да, что, безусловно, усложняет как саму документацию, так и переговоры, да, потому что становится очень много деталей, да, которые необходимо обсуждать сторонам, и не всегда у сторон есть желание погружаться в эти темы настолько детально. Поэтому обычно, как мне кажется, вот стороны не идут в эту область, да, и все-таки обычно прописывают такого рода обязательства, да, как, по сути, запрет осуществлять сделку инвестору, там, пока не будет реализовано право, там, тэга или дрэга, пока другие не будут присоединены или не присоединятся, да, то есть таким образом структурируется, что означает, что, по сути, ну, нельзя как бы юридически исполнить, как бы, затаскивание в сделку, да, но таким образом вы все-таки предотвращаете возможность стороне совершать эту сделку, пока, по сути, ваше право не будет реализовано, да, поэтому, если совсем коротко отвечать, то, как бы, да, наверное, возможно это сделать, да, но, как бы, как вы хотите довести это до полного автоматизма, либо через просто обязательства, да, не пойдем, соответственно, обсуждать во время переговоров. Артем, спасибо, согласуюсь. Добавлю вот к тому, что Артем говорит, действительно, ну, там, многие фонды стараются до дрэга запустить механизм как тэга, так и рофа, да, то есть, что ты пройдешь всю цепочку, прежде чем непосредственно дойти до дрэга, да, потому что, ну, действительно, часто прописывается, очень редко исполняется, и все хотят иметь возможность до этого, ну, скажем так, свое слово сказать, да, либо там, выкупить, либо присоединиться, но не дойти до вот этой обязательной продажи, куда тебя затаскивают, и еще, возможно, потребуется какое-то количество гарантий давать. Согласен тоже со своей стороны, видим это в документации, и, судя по всему, это некий стандарт, ну, судя по практике в том числе нашей. Так, коллеги, коллеги из аудитории, будут еще какие-то дополнительные вопросы, или мы на этом уже можем останавливаться? Так, ну, предлагаю минуту подождать, если вопросы не появятся, то, наверное, можно будет тогда заканчивать. Так, ну, судя по всему, дополнительных вопросов дальше не будет, тогда мы, наверное, завершаем нашу сессию. Я думаю, то, что если у участников конференции какие-то вопросы все-таки возникнут в будущем, то обращайтесь, мы сможем поделиться опытом, знаниями, помочь написать документы или, может быть, проинвестировать в вашу компанию. Это больше к Михаилу и Михаилу относятся. Найти, соответственно, покупателя или продавца, у кого можно купить, welcome к Дмитрию. Вот, но мы с Артемом поможем согласовать документы по сделке. Коллеги, всем спасибо тогда, на этой ноте предлагаю останавливаться. Всем хорошего дня и наступающих выходных, и огромное спасибо за участие в панели. Всем спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Кобя. Спасибо большое. До свидания.